Саленька, ну ты знаешь, я вот не только в карты играю, еще и в компьютеры. Помню, когда был молодой, только появились компьютеры, первый так забавлялся в них. Но ты знаешь, Саша, а это ведь тоже вид спорта, который, кстати, претендует на звание или статус олимпийского. Я знаю, что у нас даже гость есть по этой теме, который наверняка расскажет, почему это все-таки спорт и как с этим сражаться. У нас сегодня в гостях... Можешь представить себе, как драться на компьютерах? Я знаю, что это происходит по-другому, но да, это речь идет о компьютерных играх, но так ли это, нам расскажет сегодня Александр Александрович Малов, президент Федерации компьютерного спорта Республики Крым. Здравствуйте. Да, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Как началось утро нового дня у вас? Ну, наверное, с игр. Не совсем, не сегодня, просто для игр с 7 утра это рановато, на мой взгляд. А во сколько у нас киберспортсменов начинается? У каждого по-разному. Ну, главное понимать разницу между компьютерными играми и компьютерным спортом. А давайте вы нам разъясните тогда эту разницу. Компьютерный спорт, он как бы структурирует все вот поведение в компьютерных играх, и не так много дисциплин являются компьютерным спортом. Это там Dota 2, Counter-Strike Global Offensive, League of Legends, World of Tanks, FIFA и Харстоун. Это вы сейчас что называете? То, что относится к киберспорту или нет? Их меньше намного, потому что остальных игр миллионы. Ну, я в некоторые играла, кстати. Значит, я тоже была киберспортсменом. Да, это было очень давно. Ну, скажите, пожалуйста, вы каждый день, наверное, уделяете все-таки этому время? Ну, да, есть и есть такое. Пару часов в день в Харстоун играю. Ну, хорошо. Почему тогда вы не игроман, а вот именно киберспортсмен? Вообще, разница между игроманом и спортсменом. Игроманом – это тот, по-моему, кто тратит деньги в казино и тому подобном. Киберспорт не требует каких-то финансовых вложений. А что же требует киберспорт? У вас довольно крепкие руки, судя по всему. Это вы в играх натренировали? Нет, это, естественно, физиология, по-моему. Конечно, киберспорт требует, как и любой спорт, как бы времени для тренировок каких-то, внимания, усидчивости, реакции в некоторых играх. Александр Александрович, вот я знаю, что сейчас киберспорт на полном серьезе предлагают как одну из дисциплин в школе. И как дисциплину в университете предлагали еще год назад. Да, в школе, да, сейчас есть такой законопроект в Госдуме на рассмотрении. По-моему, хорошая идея. Александр Александрович, а как проходят у вас тренировки? Очень интересно. Ну, как у любого спортсмена должна быть тренировка. Вы как-то тренируетесь специальным образом? Я не киберспортсмен, это я как хобби больше. Я организатор. Там два часа в день примерно можно с телефона даже. С телефона? Да, Хардстоун. Это такая карточная игра по вселенной Варкрафта. Логическая. Соответственно. Но сейчас родители наоборот негодуют, что дети постоянно в телефонах, постоянно играют. А вместо того, чтобы заниматься, не знаю, наукой, например. А вы считаете, что это правильно как раз-таки идти таким путем? Что дает киберспорт? И навыки. Ну, это как раз из-за отсутствия понимания разницы между компьютерным игром и компьютерным спортом, как сказал ранее. Потому что, если брать в целом компьютерные игры, возможно, у них есть какое-то негативное влияние. И это, там, большинство из них пустая трата времени. А если брать киберспортивные дисциплины, они как раз и направлены на развитие, там, логического мышления, стратегического мышления, реакции. Ну, можно поставить на один уровень с математикой, с русским языком, с, не знаю, историей? Ну, вот с такими предметами, которые в школе изучаются. Ну, а шахматы или бокс можно поставить на один уровень с предметами в школе? Ну, шахматы я бы поставила, да. Значит, и киберспорт можно. Ну, вот, все-таки, наверное, очень сложная, тонкая грань между, где начинается киберспорт, а где заканчивается вот эта вот такая хаотическая игра. Как это определить? Ну, я думаю, в этом могут помочь как раз специалисты Федерации компьютерного спорта. Ну, хорошо, вы специалисты. То есть они стоят над каждым, например, да, и следят, чтобы они не пришли эту границу. Я думаю, надо проверять на практике. Ну, вот представьте себе, что я, например, вот заядлый игрок в какую-нибудь там игру, и как мне понять, что я стал спортсменом или еще по-прежнему на уровне? Ну, это очень просто. Во-первых, надо ограничивать по времени там игры в день, а во-вторых, проверить, стали ли вы спортсменом или нет, помогут турниры. То есть есть турниры, состязания? Конечно. Расскажите про них, пожалуйста. Да, у нас с 16-го года каждый год проходит много турниров по каждой киберспортивной дисциплине, кроме Лиги Легенд, конечно, потому что мы Крым и санкции. Вот, по Counter-Strike Global Offensive, там, Кубки Крыма каждый год. В 2018 году это было достаточно масштабное мероприятие. Финал проводился в Севастополе, в кинотеатре. И это была уже как киберспортивная сцена и хорошее начало для многих наших спортсменов. У нас крымская команда, регион 82, в феврале 2018 года еще выиграла проект Кибермост. Это проект на 28 регионов России, 2 региона Украины, 2 региона Казахстана. Тоже по Counter-Strike Global Offensive. Вот, и ребята еще хорошо себя показали по достаточно новой игре. Эппап, плеера Noon Battleground в Германии, заняли 8 место на чемпионате Европы. И крымчане все-таки молодцы. Ну да. Большое вам спасибо, Александр Александрович. К сожалению, время беседы подходит к концу. Мы вас благодарим за рассказ. Напоминаем, что в гостях был Малов Александр Александрович, президент Федерации компьютерного спорта в Республике Крым. Спасибо. Спасибо.